Это рентгеновский снимок, который был сделан перед удалением инородного предмета, который находился в области мочевого пузыря. Очень нехорошее ощущение, конечно, было с баночкой в штанах ходить и отводить это все. Виктор Попов и не подозревал, что живет с инородным телом в области мочевого пузыря. Мужчина обратился с камнями в почке в больницу скорой помощи номер 2, тогда еще в горбольницу номер 11. Барнаульца прооперировали. Вот только становилось все хуже. Кровенистые выделения, температура под 40. Оказалось, что около месяца Виктор проходил с катетером, который забыли медики. У меня поднялась температура под 40. У меня просто даже разговаривать не мог. Меня дети собрали, скорую вызвали, отправили в больницу опять. Вырезали почку. После почки у меня образовалась грыжа 40 сантиметров, он весь сбок переворчащивается сбоку на грыж. Внутренние органы перекатываются в животе. Очень неприятно и больно. Почку пришлось удалить из огнойных процессов, которые начались в организме. Сегодня мужчина даже не может получить инвалидность. Эксперты не считают, что причинен тяжкий вред здоровью. Работать Виктор пока не может. Супруга умерла. Осталось двое детей. Барнаульцу посоветовали подать на сотрудников больницы в суд. Вину было врачом поставлено по поводу того, что фактически он же сам должен был знать, удалили у него этот катетер, это инородное тело, либо нет. Естественно, это внутри организма. Человек об этом знать не мог. Как его почувствуешь? Пока не воспалился, не почувствовал. Он забитый катетер был. Забился катетер, не убирали его. Он забитый, остался там. Просто загрязненный. Кстати, по словам юриста, часто сложно доказать, что во время операции в теле пациента оставили катетеры, инструменты, перчатки или салфетки. Как бы странно это ни звучало. Мы документы, когда смотрели, вот медицинские, которые стационарные, аблаторные, этих снимков не было в деле. Вообще нет. Это просто чудо, что он сохранил этот снимок. То есть от него никуда нельзя. У него есть номер, у него есть дата, у него есть, вот ему было тогда 54 года. Ленинский районный суд встал на сторону Виктора. За оставленный катетер и удаленную почку мужчине назначили моральную компенсацию – 300 тысяч рублей. Барнаулицы и его адвокат будут подавать в апелляцию, чтобы добиться более внушительной суммы за потерянный орган. Пока же решение суда не вступило в законную силу. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.